Приветствую! В этом видео мы настроим окружение для работы в виртуальной реальности. И создание VR-игр это достаточно трудная задача, начиная от выбора движка, выбора языка программирования, изучения движка, языка программирования, документации, выбора шлема виртуальной реальности. И на самом деле для разработчика это полный кошмар. Но есть множество факторов, которые должны направлять разработчика при выборе вот этих вещей. И когда в первый раз вы сталкиваетесь с тем, какой взять шлем, какой язык изучать, куда ткнуться, это вызывает очень много трудностей. Именно поэтому я начал записывать данные видео, для того, чтобы помочь разобраться начинающим разработчикам, как влиться в индустрию виртуальной реальности. И вот эта серия обучающих видео будет направлена на то, чтобы вы могли погрузиться в сферу виртуальной реальности и на выходе создать уже свою мини-метавселенную. Дальше вы можете этот проект развить до полноценной игры или приложения и уже выпустить как полноценная вот такая вот штука, которая будет жить и развиваться. В принципе, я обучу вас всем базовым вещам, которые необходимо знать, чтобы начать разработку в VR. Начиная от кода, покупки оборудования и выбора движка. И это первый эпизод, в котором мы будем делать проект с самого нуля вообще. То есть без всяких шаблонов мы сделаем с самого нуля проект, который будет являться нашим отправным стартовым таким проектом для того, чтобы разрабатывать дальнейшие приложения. Если вы еще не подписаны на этот канал, подписывайтесь, а также можете подписаться на канал Киберкеала Studios, Киберкеала. Там будут выходить дополнительные материалы. И к тому же, давайте поговорим о том, что вы можете, помимо того, чтобы посмотреть видео это, вы можете приобрести исходники. То есть исходники к этому видео будут выложены у нас на портале kiberkala.studios.com, ссылка в описании. Соответственно, вы сможете полностью уже без проблем на стартовать, если не хотите смотреть это видео, либо по каким-то причинам вам необходимы исходники. Ну а я расскажу, как вообще с нуля все сделать. Не волнуйтесь, если вы чего-то не понимаете. И давайте сначала подумаем, что вам нужно, чтобы сделать VR-игру. Для начала нам нужен, во-первых, шлем виртуальной реальности. Потом движок и SDK, Software Development Kit. Для хедсета нашего VR-шлема есть несколько возможных элементов и характеристик шлемов, которые необходимо учитывать при старте и при выборе шлема. Это первое. Это количество степеней свободы. Есть шлемы, которые обладают тремя степенями свободы, и они отслеживают только три степени свободы. Это как бы кивание, поворот слева направо, а также вот такие вот движения угловые. Также у других шлемов есть шесть степеней свободы, которые могут отслеживать еще и три степени свободы вашего тела. Помимо трех степеней свободы головы, они отслеживают еще и положение тела. Соответственно, и второй параметр шлема, характеристика при выборе, это возможность подключения шлема по проводу, то есть работа только через провод с компьютером, либо шлем может без провода работать, как Oculus, например. Через Oculus Link приложение вы можете без подключения компьютера через провод, если у вас есть Wi-Fi в вашем компе, вы можете шлем не подключать с проводом и работать через беспроводное соединение, что достаточно удобно. В принципе, есть плюсы и минусы, и данная серия видеоуроков, она для всех шлемов рассчитана, так что не волнуйтесь, если у вас какой-то другой шлем, не как у меня. Есть какие-то элементы, отличающиеся у шлемов, это какие-то кнопки, например, да, потом мэппинги и прочее. Мы все это разберем и посмотрим, как можно каждый из шлемов подключать. Я расскажу общие концепции, а вы уже сможете внутри настроить под себя, под свой шлем проект. Второе – это движок. Движков бывает несколько. На данный момент есть для виртуальной реальности три движка. Это GDOT, Unity и Unreal Engine. Эти движки являются свободными, то есть они free-to-use, open-source. И в зависимости от того, какой вы движок выбираете, у вас есть та или иная физика, та или иное отображение, визуал и прочее. Вы можете использовать любой движок для разработки под VR из этих трех, они бесплатные, но я акцентирую свое внимание на Unity. Почему? Потому что Unity достаточно гибкий движок, имеет огромное комьюнити и хорошую документацию на самом деле. И он нацелен изначально на виртуальную реальность и расширенную реальность. То есть Unreal Engine хорош, да, но он в некоторых местах слишком перегружен. И для разработки игр и приложений под виртуальную реальность необходимо пользоваться более легким движком, таким как Unity. Да, конечно, есть плюсы и минусы свои, но это немножечко такой трюк, да, который мы будем использовать. Мы ограничимся движком Unity для разработки под VR, потому что все приложения, которые загружаются в шлем, да, они работают на Android. И почти все шлемы, они все имеют OS Android. И на Android Unity на самом деле лучше заточен, чем Unreal Engine. Почему? Потому что в виртуальной реальности не нужно слишком крутую графику, да, и не все шлемы могут автономно поддерживать достаточно производительную графику, как в Unreal Engine. Поэтому используют большинство разработчиков Unity. Далее. SDK. Software Development Kit. Это специальный, значит, набор утилит, которые позволят вам подключить ваш шлем. В качестве примера я могу привести SteamVR. Да, это одно из SDK, которые позволят работать со шлемом. И есть еще SDK. Это Oculus Integration, да. Это второй плагин, который можно использовать. И в зависимости от того, какой мы шлем используем, используется тот или иной SDK. Да, то есть это, в принципе, зависит от шлема. Если вы хотите работать... Если вы хотите заставить работать вашу игру под все шлема, да, вы, в принципе, этого не можете сделать. Только под определенные. Почему? Потому что ограниченное количество SDK есть, да. Но, казалось бы, кошмар, да. Как выйти из этой ситуации? На самом деле у Unity есть XR-платформа. XR Attraction Toolkit. И сама платформа позволяет взаимодействовать со всеми шлемами, существующими. Это одна SDK, которая объединяет в себе множество шлемов. То есть вы можете не беспокоиться о том, как выбрать и что выбрать. И именно это мы будем использовать в наших видео. То есть это единственное решение для Unity, которое будет поддерживаться и работает достаточно стабильно. И мы можем влиться в разработку, как новички. И хватит разговоров. И давайте перейдем к работе. Каким образом вообще можно все установить? Во-первых, вам необходимо скачать Unity, да. Вам необходимо пойти на сайт Unity и скачать Unity. Я думаю, вы можете справиться и скачать, например, персональные решения, да, бесплатную версию. Вы загрузите для Windows, например, и у вас Unity Hub появится. Это основное наше приложение, которым мы будем пользоваться для создания наших проектов. Я вам покажу вкратце, что мы сделаем в конце. Если вы дойдете до конца, вы сможете получить что-то вроде вот следующего приложения. Я подключаюсь, да, видно все на экране, отлично. То есть у нас будет некое приложение, которое сейчас я разрабатываю для нашей платформы. Вы сможете взаимодействовать с предметами, брать их, да, перемещать, кидать. Также можете телепортироваться. То есть есть функционал телепортации и многое другое. На самом деле очень много в разработке сейчас вещей, которые интересны. Все в процессе, поэтому вы будете первыми следить за тем, как происходит разработка и сами участвовать в ней. Потому что я вам буду по ходу дела рассказывать, как это все разрабатывать. И это интересно. Я считаю, что вы можете и в силах сделать собственную VR-игру. Итак, давайте начнем с создания проекта. Я проект для презентации закрою. Откроем Unity Hub. Вам необходимо первым делом установить движок. Install Editor. Устанавливайте рекомендуемую версию на самом деле сейчас. Это версия 2021.3.8.f1. Но я буду использовать некую предыдущую версию 2021.3.7.f1. В принципе, разницы сейчас нет. Главное не использовать древние какие-то версии движков, потому что там кошмар. Мы не будем акцентировать наше внимание на поддержке старых версий. Почему? Потому что есть различия в том, как работает виртуальная реальность. Поменялось очень много всего с тех пор. Конечно, старые версии хороши, но для нашего случая мы будем использовать последнюю версию движка и Эдитора. Если у вас какие-то проблемы с установкой, вы можете написать в комментариях к этому видео, и мы разберем все, что у вас не получилось или получилось. Чтобы установить весь вот этот Эдитор, нам необходимо будет добавить модули. При установке у вас будет вот такое окошечко, где вы можете выбрать компоненты для того, чтобы интегрировать их в наш Юнити Эдитор. Здесь есть поддержка разных платформ. iOS, Linux, Mac, Universal Windows платформ, WebGL, Windows Dedicated Server Build Support. И вам потребуется Visual Studio. Лучше использовать комьюнити, которую предлагает Юнити. Это 2019 версия. Но так как я разрабатываю уже давно под C Sharp многие вещи, я использую последнюю версию комьюнити, 20-22 версию. В принципе, без разницы, какую использовать версию, главное, не ниже, чем та, что предлагается самим Юнити. Нам необходимо дальше, вот у меня уже все установлено, но вы когда будете устанавливать Эдитор, вам необходимо будет выбрать, во-первых, Visual Studio, поддержку Android Build Support. Это нужно, чтобы компилировать наши проекты напрямую через кабель сразу же и исполнять их на шлеме автономно. Поэтому нужен OpenGDK, Android SDK, NDK. И в принципе, вы сможете на эти девайсы экспортировать ваш проект. Все, в принципе, больше ничего не нужно. Нажимайте Continue, скачивайте, и у нас есть движок. Он установлен. Давайте создадим проект. Идем в Projects. И давайте нажмем New. Выберем версию Эдитора 2021.3. И здесь есть несколько темплейтов. То есть, несколько разных шаблонных проектов, которые можно использовать для старта. Мы же будем с нуля разрабатывать все, и нам не нужны шаблоны. Вам необходимо выбрать папку, где вы хотите ваш проект размещать, а также название. Я назову этот проект VR in Unity. Tutorial. У нас есть много разных темплейтов, шаблонов. Есть много этих шаблонов, да? Но давайте выберем стандартный шаблон VR. Он у нас уже встроен в версии 2021. Мы начнем разработку как бы с него, но удалим ненужные вещи, на самом деле, которые там есть, которые не работают, либо не поддерживаются шлемами. Либо будем модифицировать. Если вы используете Oculus, то вам необходимо установить Oculus Link. Да? Это приложение, которое позволит вам подключать ваше устройство к компьютеру. И сам шлем. Да? В шлеме заходите в Oculus Link и подключайтесь к компьютеру. Если у вас другой шлем, в принципе, аналогичная операция. Я уверен, что можно подключить к компьютеру абсолютно таким же образом ваш свой шлем. И убедитесь в том, что у вас, если вы используете Oculus, да, вам необходимо убедиться, что у вас в общих есть галочка использовать, разрешать, запускать приложение, непроверенный Oculus. Неизвестные источники. Обязательно. Также в дальнейшем мы пройдемся по тому, как загружать наше приложение в шлем. Скомпилированные APK файлы, да, которые, по сути, как игры будут работать автономно на нашем шлеме. Соответственно. Открываем наш проект. И вот, что у нас есть. У нас есть пустой проект. Видим, что у нас в Unity движок, он у нас разделен, ну, editor сам разделен на несколько окон. У нас есть иерархия, есть инспектор, какие-то туториалы, да, и внизу есть project console, ассеты. В принципе, все визуальное составляющее очень похоже на Unreal Engine. Так что те, кто смотрели уроки по Unreal Engine, спокойно могут продолжать работать и в Unity. Отличие только в языке программирования, в принципе. Все основные концепции, они аналогичны. Итак, в принципе, вы можете поменять layout и выбрать пресет какой-то. Tall, например. И game window можете переместить вниз. То есть мы можем использовать такую постановку UI. Смотрите, сцена у нас, это вот это окошечко, где у вас есть такой режим бога, God Mode. Вы можете смотреть все, что в реальном времени происходит на вашей сцене. Все, что в игре. Окошечко с игрой, это все, что происходит от имени, от лица камеры. То есть вы можете правой кнопкой мыши крутить, перемещаться через WISD и с шифтом можете ускоряться. В принципе, управление такое же, как в Unreal Engine. Окно. Game. Это все, что видит игрок или ваш шлем. Иерархия. Это окно со всеми элементами, расположенными на сцене. Для примера у нас есть plane. Видим, что у нас есть камера. Контроллер. Еще один контроллер. Все, что мы можем делать здесь, это менять, например, позицию, да, вращать наши предметы, а также масштабировать их через transform в инспекторе. В инспекторе расположены все характеристики объектов, которые у нас присутствуют в иерархии. Допустим, мы создадем 3D объект, какой-нибудь кубик, да, и давайте поиграемся с параметрами, чтобы вы поняли, как все работает в этом движке и в этом нашем эдитере. То есть у нас есть кубик, да, мы можем его перемещать вверх-вниз, да, влево-вправо. Если нажмем на E, английскую на клавиатуре, мы перейдем в режим вращения. Тул за, который называется Rotation Tool. Можно по некоторым осям вращать. И если мы нажмем R, комбинацию, просто клавишу R, английскую, R, это scaling, то есть изменение масштаба нашего объекта по осям, которые вы дергаете. Ося здесь расположена красная, X, Y, это зеленая, и Z, это ось синяя. Соответственно, хоткей W, E, R. Все аналогично. W за перемещение отвечает объекта, E за вращение, и R за scaling масштаб. Вот, это все, что вам необходимо знать, чтобы сделать и все, что изучить для того, чтобы работать с эдитером. И вы уже эксперт. Нет, я вас спешу огорчить. Давайте подумаем, как вообще настроить VR. В принципе, если мы сейчас запустим проект, все будет работать. Но это же неинтересно, правильно? Шаблон, он хороший, да, но как он внутри работает, мы не понимаем, что у нас происходит. Смотрите, давайте запустим, нажмем play, и в принципе, вот у нас я вижу, вы видите в окошечке внизу, то, что я вижу в шлеме. И я тут могу видеть, вот наш кубик созданный, да. А также, если я использую стики, то я могу каким-то образом управлять джойстиками, но они почему-то не работают. Я их не вижу в игре, но шлем у нас работает прекрасно, да, отображение, все, все отлично. Казалось бы. Давайте подумаем, как сделать нам поддержку джойстика и как все-все-все совместить вместе, чтобы оно все заработало. Давайте сначала перейдем в вкладку project и посмотрим, что у нас есть в ассетах. У нас есть материалы, модели некоторые, префабы, текстуры и также изображения какие-то, да, сцены. Есть XR и есть пэккеджи, установленные пакеты в этом проекте. Нам необходимо будет работать с папочкой ассеты. У нас есть папка сцен. И давайте сделаем новую сцену. Нажмем правую кнопку мыши, create, сцен, VR, VR, боулинг. Мы будем делать первую нашу сцену. Это игра боулинг, которая наиболее проста в реализации. Открываем двумя кликами левой кнопкой мыши эту сцену. И мы в новой сцене, в которой ничего нет. То есть абсолютно ничего нет. И для того, чтобы сделать VR-игру, нам необходимо установить несколько пакетов. Идем в обкладку window, package manager. Идем в unity registry. И ищем XR Interaction Toolkit. Вы не видите данные Toolkit. Почему? Потому что у вас в проекте и у меня не подключено к package manager pre-release packages. Потому что unity interaction toolkit это pre-release фича, которая недоступна по умолчанию. Есть XR Plugin Management, но нам нужен XR Interaction Toolkit. И если вы не видите его, как и я, то возможно что-то не то, подумайте вы. Но смотрите, что здесь нужно нам сделать. Во-первых, можно по названию пакета найти, значит, com unity xr Interaction Toolkit. И его поискать в реестре проектов, пакетов, package manager. И почему-то его нет. Да, почему-то. А вот есть он. XR Interaction Toolkit. Я пропустил его случайно. Не увидел. Но он, походу, уже установлен, да, в движке. Походу, установлен. Можно стартер ассеты импортировать. Наш unity. Есть также XR Device Simulator. Мы пока не будем пользоваться этим, потому что у нас есть реальный девайс. Давайте теперь подключим наш unity xr Interaction Toolkit. Идем в Build Settings. Идем в Player Settings. Есть XR Plugin Management. Этот Plugin Management позволяет нам билдить наш проект под разные устройства. Чтобы использовать его, у вас, возможно, нужно будет его установить. Но он по умолчанию убирает OpenXR. Это все типы девайсов, которые можно использовать. ПК. Android. На ПК давайте мы используем Oculus, потому что у меня шлем Oculus. И на Standalone девайсе, вот этом, который является Android у нас, используем Oculus. Возможно, вы можете сконфузиться. Если у вас есть HTC, ну, pipe, или какой-то другой девайс, вы можете использовать OpenXR. Или OpenVR, который раньше назывался OpenVR. В принципе, достаточно корректно будет все работать. Далее. Подключился XR Interaction Toolkit. Затем. Мы можем сделать следующее. Мы... Для начала нужно нам назвать наш проект. Да? Company Name. Зовем что-нибудь com-cyber-cala-studios. И... Проект, название его. Здесь тоже нужно назвать какое-то другое, обозвать название. То есть написать банну Identifier, чтобы затем мы смогли это все на устройство переместить спокойно. И, в принципе, у нас готово частично. Все. Посмотрим далее, что нам необходимо сделать. В принципе, у нас все настроено. Я думаю, самая муторная часть завершена. И теперь самое интересное — это игра. Давайте реализуем ее. Для начала нам необходимо сделать наше пространство игровое. Для этого зайдем в иерархию. Сделаем 3D-объект. Plane. Установим позицию по нулям у нее. 0, 0, 0. И давайте отскейлим ее. А также поменяем цвет. Давайте в окно Project перейдем. И сделаем следующие вещи. Мы создадим, во-первых, папку. А у нас есть папка с материалами, да? И сделаем новый материал. Create Material Black. И изменим Albedo, это цвет, на какой-нибудь черный, но не такой черный, как контроллер, а вот что-нибудь такое серое, да? И просто переместим на нашу плоскость этот материал. Таким образом мы применили этот материал в плоскости. Теперь нам необходимо сделать камеру для игрока. Для начала удалим Main Camera. Правую кнопку мыши нажимаем. Delete. Теперь, чтобы сделать камеру, мы должны сделать зону, в которой пользователь, наш игрок, Dol, может двигаться. Это называется VR Rig. Нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаем Create Empty. И называем VR Rig. В новых версиях движка, помните, мы когда создавали проект, у нас VR Rig назывался XR Rig. Давайте назовем соответствующим образом XR Rig. Потому что XR подразумевает и еще расширенную реальность. То есть это Argumented Reality и Virtual Reality, Virtual. Можно обзывать по-разному. Но давайте по стандарту будем называть. XR Rig. Позиция 0, 0. Теперь в этот компонент мы добавим субкомпонент. И назовем некоторую вот эту функцию, которую мы добавим. То есть компонент XR Rig. XR Rig, он назывался в предыдущих версиях движка. Если мы посмотрим в документацию к OpenXR и Unity, и посмотрим, как в виртуальной реальности называются методы и все компоненты, то Unity претерпел изменения некоторые. Раньше XR Rig назывался XR Rig, да? Теперь это XR Origin. Почему? Потому что изменились способы управления девайсами. Соответственно, здесь у нас есть некоторые компоненты, которые нам необходимо задать в этом компоненте. Это, по сути, скрип. У нас два элемента, которых нет. Это камера Floor Offset, Offset от Polo, и сама камера, камера GameObject. И это то, что мы добавим. Первое. XR Rig наш. Мы его кликаем по нему. Нажимаем правой кнопкой мыши. Create O Empty. И автоматически наш Empty Object пустой, он является дочерним элементом от родителей XR Rig. Он добавляется вовнутрь. Убедитесь, что позиция по нулям. И теперь переименуем этот объект как Offset камеры. То есть, отступ камеры. Камера Offset. Здесь, в принципе, вы можете обзывать по-разному ваши объекты. Я имею в виду, можно ставить пробило, можно нет. Главное, чтобы все было в едином стиле написано. И теперь нажимаем на камеру Offset, про кнопкой мыши, и создаем, наконец-то, нашу камеру. Камера. И назовем ее VR-камера. Это у нас наша камера, которая является глазами нашего игрока. Она будет следовать за позицией головы. Или будет трекать позицию в виртуальной реальности. Соответственно, что мы дальше сделаем? Нам необходимо на эту камеру повесить скрипты. То есть, смотрите, как работает Unity. У нас есть объект, да, и можем добавлять компоненты. Компоненты могут встроенные быть вещи, а также могут быть скрипты. Скрипты — это, по сути, код на C-Sharp. То есть, мы можем код привязывать к нескольким объектам и создавать ссылки на этот кусок кода. Поэтому нам необходимо сделать несколько вещей. Добавить на камеру трекинг позиции и вращение. Нам нужен тракт-поуз-драйвер. Это называется тракт-поуз-драйвер. Да. И видим, что здесь можно выбрать, как будет наша камера следовать за чем-то. То есть, источник трекинга. Это контроллер, ремоут или девайс. В нашем кейсе, в нашем случае, мы будем отслеживать наш хэдсет, то есть наш шлем, и располагать его в центре взгляда. По умолчанию так и задумно. То есть, pose-source — это центр-i, hmd — reference. То есть, это референс на наш хэдсет, то есть на VR-шлем. Ссылка. Теперь нам нужно, смотрите, дальше нам нужно следующим образом поступить. Нам необходимо переместить XR-Rig, вот этот, который мы сейчас сделали. Мы возьмем в камеру offset. Смотрите, здесь можно, вот в XR-Rig, да, здесь есть камера offset. И вот эту камеру offset мы сюда вот перемещаем. Опа. И саму камеру, которая является дочерним элементом, перемещаем вот сюда. И теперь у нас настройка закончена. Давайте сделаем playtest. Нажимаем play. Одеваем play. И смотрим, что получилось. И все отлично. Я могу управлять камерой. Вот видим наше пространство, да, наш пол, который мы создали. Вот он тут вот. И камера следует за положением шлема. Прекрасно. Мы с нуля сделали нашу камеру. Мы можем здесь максимайс сделать и окошко развернуть на весь экран, чтобы вы видели лучше, что происходит. И что я вижу в шлеме. Да. В принципе, смотри, тут не на что. У нас есть только плоскость пока что. И если у вас сейчас не работает вот этот вот функционал, проверьте, что вы подключили правильно шлем. Убедитесь, что в Unity видит этот хедсет, ваш VR-шлем. И перезапустите проект. Перезапустите Unity. В принципе, вы можете следующий образ сделать. Вы можете, если у вас нету Oculus Link, да, если вы не можете сразу тестировать на устройстве ваш проект, я в конце этого видео расскажу вам, как можно скомпилировать АПК-файл. Это файл для, ну, файл приложений, как бы скомпилированный для работы на Android-устройство. И его перенести напрямую на шлем. Теперь у нас есть некоторая проблема, на самом деле, с вот этой настройкой. Мы видим, что мы находимся на уровне пола. Камера наша как бы на полу находится. Пофиксить это можно двумя способами. Первое. Создать оффсет по высоте. То есть смещение по высоте у камеры. И второе. Использовать способ трекинга глаз. То есть это определенная степень свободы нашего шлема. Здесь можно выбрать floor, да. И... Tracking Origin Mode на floor. Переключаем. И, в принципе, мы можем видеть, что... Размер нашего пространства, нашего шлема, да, и его положение, оно будет правильным в игре и не находиться на полу. Давайте проверим это. По-быстрому смотрим сцену. Делаем плей-тест. И мы корректно, в принципе, располагаемся в пространстве. Видим на сцене расположение нашей камеры. Сейчас я отдалюсь. Что она, в принципе, находится высоко над полом на уровне реального расположения меня на стуле. Вот. Поэтому мы настроили это некоторым образом. Давайте сделаем трекинг контроллера. Для того, чтобы сделать это, нам нужно создать два новых пустых игровых объекта. GameObject. Которые будут являться дочерними тоже у камеры офсета. Останавливаем плей-тест. Делаем empty. И называем первое. Это left-hand. Контроллер. И второе. Right-hand. Давайте мы сделаем следующим образом. В XR Unity. Unity XR. В этом пакете, который Interactual Toolkit, есть следующая вещь. Мы можем выбрать две, вот эти два empty объекта. Добавить Add Component. И выбрать XR Controller. Смотрите. Есть у нас два варианта. Есть старый вариант. Device-Based Controller и Action-Based Controller. Чем они отличаются, можно прочитать в документации. Но мы будем использовать более старый вариант, потому что есть множество девайсов, достаточно древних виртуальных шлемов, которые не поддерживают Action-Based. Unity просит переходить всех на Action-Based. Мы с этим разберемся позднее и поговорим о том, как устроен тот или иной подход контроллера. Поэтому используем Device-Based. Он, в принципе, подходит для всех контроллеров на данный момент. Выбираем левую руку. И смотрите, здесь нужно выбрать режим контроллера. У левой руки это левая рука, у правой руки это правая рука. Сохраняем Ctrl-S и нажимаем Playtest. Теперь смотрим на сцену. Внимание. Я беру два контроллера. И можно увидеть в игре, что у нас есть руки. Вот, у нас есть рука и рука. Но мы не видим отображения. Но игра трекает нашу руку и наш контроллер. Вот у нас здесь, видите, в пространстве камера отдельно и вот есть рука. То есть джойстик. Далее. Что необходимо сделать? Мы не видим нашу руку, потому что нет визуальной составляющей руки. Чтобы сделать руку нашу видимой в игре, чтобы пользователь и игрок мог видеть эту руку, нам необходимо сделать Prefab. Prefab это как бы некая вот моделька. Model Prefab. То есть Prefab это, по сути, модель или игровой объект, который сохраняется в нашем проекте. Вот. Все, что нужно знать про Prefab. Вы можете... Вы можете сделать свои руки. Мы далее поговорим о том, что есть стандартные пресеты джойстиков и рук с Oculus Touch, например. Но для данной настройки, для данного видео, интересно бы проделать все с нуля. Как вообще разработчики делают объекты рук и оттрекают позиции. Поэтому нам нужно дочерним объектом нашего контроллера для начала. Значит, сделаем новый empty object. Create empty object и назовем его VRController. И сделаем новый кубик, который является дочерним элементом этого контроллера. И его отскейлим, сделаем руки из Майнкрафта, по сути. Смешно, но что поделать. Давайте попробуем сделать такую вот вещь. Отскейлим, да, отмасштабируем. Руки-крюки будут у нас. Такие вот балки бетонные. Примерно давайте размером сделаем... Даже тут 10 сантиметров много будет? Давайте 5, по 5 сантиметров. Вот. Одинаковый scale сделаем по 5 сантиметров. И здесь, наверное, 0, 10 сантиметров будет. Давайте ровные числа поставим. 0,5. 0,5. 0,5. Вот так. То есть вот такой кубик будет. Это у нас рука такая. Далее нам необходимо сделать новый материал. В папке materials сделаем новый материал. И его каким-нибудь другим образом покрасим. Что-то похожее на телесный цвет. Рука. Что-то похожее. Думаю, что вот это достаточно цвет. Да? Окей. Вот у нас рука Стива из Майнкрафта. Теперь, чтобы сделать наш вот этот контроллер, VR-контроллер, который является объектом, в котором есть куб, prefab. Простое решение есть. Смотрите. Можно взять и, во-первых, перейти в папку prefab. И будем все в папке размещать. Переместить тупо вот этот VR-контроллер сюда. И у вас создается prefab. Prefab.asset. И теперь в проекте этот контроллер у нас сохранился как prefab. Теперь можно удалить из иерархии его. И далее будем использовать уже prefab. И теперь идем в левую руку, left-hand контроллер. И в model prefab перемещаем сюда наш кубик. Наши руки из Майнкрафта. Далее. Делаем playtest. Playtest, playtest. Что же у нас получилось? Давайте посмотрим. Я взял два стика. И где наши руки? Руки почему-то высоко. Относительно камеры. Я их вижу в потолке, как и вы. Так, давайте посмотрим, где мы накосячили. Почему наши руки отображаются не там, где надо. Скорее всего у нас проблемы какие-то с оффсетами. Помните, мы камеру поменяли? Давайте tracking origin mode device сделаем. И посмотрим, что поменяется. Вернемся, как было. Руки опять же не там. Они где-то у нас летают в пространстве. Маленькие руки. Так. Итак. Итак, и так. Что у нас может пойти не так? Значит, во-первых, посмотрим, вернемся обратно к floor. Позиция камеры у нас определенная. Попробуем сбросить ее. Давайте посмотрим, что происходит в сцене, когда мы вкружаем камеру. Вот мы активировали шлем. Подключили его. Взяли контроллер. Возможно, размер наших рук слишком маленький, кстати. Я подразумеваю, что такое тоже возможно. Давайте в сцене посмотрим, что у нас происходит. В сцене кошмар происходит. Origin. Камера game object. Left hand, right hand controller. Так. Давайте посмотрим размер префаба нашего. Увеличим его. Чтобы было понятнее и нагляднее. Видим, что у нас есть нестыковка с положением головы и рук. Мы как бы ниже рук находимся. Хотя они трекаются, в принципе, нормально. Вот. Итак. Я вернулся к вам после отладки. Мы можем убедиться в том, что мы немножечко накосячили. Очень внимательно смотрите всегда на то, какие у вас в трансформе стоят позиции. То есть, я когда делал префаб и вот этот кубик размещал, да, руку нашу из Майнкрафта. Здесь позиция по игре стояла на уровне 1.3. То есть, по сути, этот кубик, он изначально был поднят. Да. Поэтому поставляйте по нулям все. И у вас не будет офсета тогда вот этого, который так гнусно нам повредил ощущение от игры. И когда мы запустим наш проект очередной раз, мы можем увидеть, что наши руки прекрасно работают, как руки. Вот мы их видим. Они, правда, немножечко пересекают камеру, но, в принципе, они на должном расстоянии находятся. Мы можем интерактивно взаимодействовать с нашим игровым пространством. И, в принципе, все ок. Все достаточно хорошо. Давайте еще раз запустим плейтест. Убедимся в том, что все нормально. Вот вы видите на экране руки наши. Я управляю ими. И вот они наши руки с нуля. Игровые джойстики. Итак, что мы сделали? Мы сделали наш VR setup, нашу настройку. Вы можете использовать в дальнейшем данный шаблон для того, чтобы разрабатывать VR игры. То есть мы сделали наш голову, наши руки. И давайте дальше поиграемся. В принципе, этот урок у нас заканчивается. Но так как у нас есть немножечко времени еще, давайте можем рассмотреть некоторую вещь. Как мы можем сделать наш рабочий стол? Нарисовать в игре стол, за которым мы сидим и взаимодействовать с объектами на этом столе. Такое небольшое тестовый проектик. Давайте сделаем 3D-объект, кубик. Наш кубик будет символизировать наш стол. Значит, у нас он будет расположен перед игроком. Где-то у нас кубик будет располагаться на позиции нашей камеры. Чуть выше, даже чуть ниже. Рядом с игроком. Давайте посмотрим, куда камера смотрит. Камера смотрит в эту сторону. Значит, кубик мы расположим и стол наш вот здесь. Вот он где-нибудь широкий будет такой, да? И высокий достаточно. Посмотрим, что у нас будет в игре. Плейтестик. Стол слишком низкий. Мой стол не настолько низкий. Поэтому увеличим его в высоте. Думаю, стоит еще увеличить его. Прямо в игре можно изменять. Вот мой стол примерно вот здесь расположен. Да. Я ощущаю его как реальный стол. Вот руки лежат на столе. Вот я их поднимаю. И реальный стол. Да. Отлично. Теперь... Так. Надо было запомнить позицию. Где камера и где стол. Так. Так-так-так. Ну, в принципе, норм. Чуть-чуть еще поднять его. Сколько здесь трансформ по... Y? 5. Где-то, да. 5 получается. Давайте сделаем так же. По Y5. Поставим высоту. То есть камера у нас вот где-то здесь расположена. И давайте следующим образом поступим. Сделаем игровой объект. Возьмем сферу. Давайте ее разместим. 0. Там 5 было, да? 6, 5. 5, 0. Где она у нас? Ее немножечко уменьшим. Потому что, ну, это что такое? Это кошмар. Где-нибудь на 0,1. Такая вот маленькая сфера. Шарик. Разместим ее на столе, чтобы мы могли взаимодействовать с ней. И давайте сделаем новый материал для сферы этой. Create Material. Какой-нибудь, давайте, рыжего цвета. Сфер. Или ball давайте. Ball назовем. Ball. Перемещаем. И чтобы у нас этот шарик был действительно жестким, да? Чтобы он физику поддерживал, нам необходимо добавить rigid body. гравитацию, чтобы он поддерживал. Добавляем rigid body. Здесь можно создать массу. Давайте посмотрим, как rigid body работает. Поместим шарик немножечко выше, чем стол. И он упал. Прекрасно. Вот наша рука. И мы можем взаимодействовать с шариком нашей рукой. Отлично. То есть можно играть, но мы не можем на данный момент взять шарик рукой. Чтобы поднять вот эту сферу и взять захватом ее с помощью контроллера нажатия на клавишу, нам необходимы следующие две вещи. Первое. Добавить на сферу компонент xr.grab.interactable. И второе. Это на наш контроллер, на наши обе left-hand контроллер и right-hand контроллер, на наши два объекта, нужно добавить xr.direct.interactor. То есть direct-interactor позволит нам взаимодействовать с помощью контроллеров с объектами в игре. Далее. Нам нужен сфер коллайдер, потому что по умолчанию у нас нет коллизии. И мы добавляем коллизию. И делаем размер коллайдера 20 сантиметров. То есть вокруг нашего контроллера будет область коллизии размером 20 сантиметров. Чтобы мы могли как-то более, даже менее четко взаимодействовать. Я имею в виду, чтобы не точно позицию какую-то указывать и точно вот прям вот тыкать по месту, а около этого места. И для этого делаем радиус 0.2. И из триггер выбираем. Это некая зона. Вот она. Интеракции. То есть зона взаимодействия с интерактивным объектом. Давайте шарик немножечко увеличим в размерах. Он потому что маленький. Мне кажется. Сделаем 0.2. 2.0.2. И давайте посмотрим, как оно все работает. Значит, Ctrl-S сохраняем. Не забываем сохраняться. Компилируем наш проектик. Берем, значит, руки. И с помощью гриппа... Грипп это у нас курок. С помощью курка... С помощью курка мы можем наш шарик поднимать. Я его потерял. В общем, в чем фишка? Теперь у нас шарик. На самом деле интерактивный. Я чуть отодвинусь подальше, чтобы у нас более все это наглядно было. Помимо того, что мы можем его руками двигать, да, мы можем его брать с помощью курка. Нажатием на курок, вот эта клавиша, мы можем его даже между рук перетаскивать. Вот таким образом. То есть мы шарик как бы из руки в руку перемещаем. Прекрасно. В принципе, это то, что нужно. Но, смотрите, видите, когда мы камеру вращаем, да, почему-то у нас такой эффект, что мы застреваем в объекте. Нехорошо. Я заметил это, когда записывал. Здесь есть такой параметр у камеры. Это clipping pants. То есть это расстояние до объекта. Давайте сдадим его 0,1 и посмотрим, что изменится. Во-первых, руки, они не проваливаются через камеру, в принципе, да. Во-вторых, шарик у нас, он в меньшем расстоянии до такой коллизии. В общем, мы поменяли немножечко расстояние до коллизии нашего шлема с помощью clipping pants. Давайте еще clipping pants изменим до 0,1. Попробуем таким образом. То есть это область такая, прикрепление. Вот, теперь все прекрасно. То есть даже если мы бьем себя контроллерами по очкам, то объекты не проваливаются через камеру в игре. Вот про что это и clipping pants есть. Это параметр, да. То есть мы, в принципе, прекрасно понимаем, что у нас все в игре взаимосвязано. И, ну, нету коллизии, нету застревания в текстурах. Прекрасно. То есть мы теперь можем играться с шариком, можем его кидать, можем менять в руках, его даже кинуть можем, да. У нас физика работает, все прекрасно. Давайте пофиксим несколько, несколько косяков. Первый косяк мы пофиксили, вот этот clipping planes. Теперь мы можем брать шарт. Теперь что с этим можно сделать? Можно сделать боулинг. Давайте сделаем нашу поверхность для боулинга. Первая наша игра. Значит, сделан кубик. И разместим его следующим образом. Сначала где-нибудь в удобном месте мы расположим нашу поверхность для игры в боулинг. Допустим, мне удобно было бы где-нибудь справа играть. Повернем на 90 градусов. И я сделаю на всякий случай пошире, потому что, ну, черт его знает, как я могу закинуть шар. И давайте сделаем... Сделаем цилиндр, который мы будем сбивать нашим шариком. Возьмем 3D Object, цилиндр. Ой, какой он здоровый. Нам такой цилиндр не нужен. Значит, нам нужен где-нибудь размером 0,2, 0,2, 0,1. И здесь 0,1 где-нибудь. То есть на 10 сантиметров. Какой цилиндрик. А, цилиндр у нас внутри куба, поэтому он наследует его изменения. Скейлинг, да, масштаб. Поэтому, чтобы он был в другом масштабе, мы его вне нашего куба создаем, вне нашей поверхности. Давайте Bowling Plane назовем, да. И цилиндр это у нас наши кегли. Кегл. Кегли, кегли. Не путайте с сайтом. Кегл. Значит, что дальше у нас. Давайте вот эти кегли, мы их материала другого сделаем, чтобы видно было. И куда-нибудь мы их разместим. Не слишком далеко, чтобы мне не трудно было кидать шарик. Давайте его поближе к кеглю поставим вот эту. Разместим. Нажимаем Ctrl D. И делаем дубликат. Как у нас. Так, так, так. Примерно таким образом размещаем у нас. Кегли там. Можно развлекаться по поводу того, сколько их ставить, там позиции. Можно даже сделать различные формы этой кегли. Но давайте для примера поступим таким образом. Возьмем, во-первых, наш... Где у нас сфера, сфера, сфера. Мы его переобозначим как Ball. И вот кегли все мы добавим как дочерние элементы нашим Bowling Paint. Как бы это отдельная наша игра. Да? Под игра. Видите, да? То есть масштаб меняется вместе. Значит, что дальше? Дальше давайте сделаем массу у шарика побольше, чтобы он ощущался тяжелым. Где-нибудь 6. По умолчанию наши все эти объекты, они являются капсул коллайдер, да? То есть у нас все физика отлично работает, приколись, и все будет падать. Проверяем. Проверяем нашу игру. Playtest. Я кидаю куда-нибудь туда шарик. И вот он катится медленно, да? Потому что он тяжелый у нас там 6 массы у него. И ничего не происходит. Почему? Почему ничего не происходит? Давайте выяснять. Давайте. Наши кегли, они, наверное, все застряли, да? Или не застряли. Давайте проверим. А! У нас по умолчанию, я неправильно сказал, у нас у кегли вообще-то нет rigidbody и нет физики. Мы добавляем rigidbody. И теперь все должно быть прекрасно. Давайте playtest проведем. Берем шарик. Кидаем его на нашу игровую площадку боулинга, которая внизу как бы находится, да? И ну давай, 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 давай. Опаньки! Да. Что-то не так с кеглей. Почему ты так масштабируешься? Потому что ты являешься дочерником Bowling Plane, да. Давайте еще разочек сделаем наш плейтест. Кегли мы отскейлим по-другому. Я попробую. Так, давай, катись, катись, катись. Вот, прекрасно. Мы сбили одну кеглю. Я считаю это успех. Наша первая игра, по сути, готова, да? Такая мини-игра. Теперь давайте я покажу вам, как можно эту игру передавать другим людям. Идем в файл. Build Settings. Если не видим эту сцену, нажимаем Open Scene. Удаляем другие сцены, если есть. Если на ПК у нас нажать, нужно Build and Run. И выбирайте какую-нибудь папку. Да. Builds. И здесь у нас игра будет компилироваться. Сохраняем все. И таким образом у вас отдельный будет клиент этой игры. Все прекрасно. Должно забилдиться. И здесь появятся экзешники, которые вы можете запустить и передавать друзьям даже. Да. И друзья могут играть в вашу игру. Вы можете ее разместить где-нибудь в Marketplace. Там на Steam или Oculus Story. Неважно. Сам процесс, я думаю, вам будет понятен. Если вы почитаете дополнительную документацию, либо в интернете разберетесь. Вот, в принципе, у нас все забилдилось. Вот наше название файлика, да? Unity Tutorial. Сейчас он соберет все оставшиеся куски кода. И мы сможем увидеть, что эта игра действительно запускается. Такое у нас длинное первое вводное занятие получается. Но это видео, я думаю, пойдет всем на пользу, кто хочет заниматься виртуальной реальностью профессионально. Тем более, это первый такой стартовый наш проект, который мы с нуля, по сути, с багами и косяками все правим. Как обычно, без этого никак. Мне самому даже интересно, что получится в итоге. Вот, и вот-вот-вот-вот игра запускается уже, да? У нас экзешник, который мы скомпилировали. Все то же самое, только в отдельном экзешнике. Прекрасно. Я считаю, это успех. Давайте покажу вам, как можно дальше на Oculus экспортировать. Убираем Android, Switch Platform. И затем нажимаем Build и Run. Если у вас здесь нет девайса вашего, да? То есть вы его не увидите. Вот тут вот. Run device. Это значит, что ваш шлем не в режиме разработчика. Чтобы это сделать, нужно зайти в приложение на телефоне, Oculus, и выбрать там режим разработчика. Но для этого нужно на сайте Oculus создать организацию. Есть инструкция в интернете, как это сделать. Затем включайте режим разработчика на телефоне в приложении Oculus. И затем подключайте шлем проводом к компьютеру. Он определяется как Android-устройство, как телефон обычный там. И здесь он появится у вас в устройствах. Вы можете написать в комментариях. Я вам пришлю подробную инструкцию, если хотите. Вот. То есть режим разработчика включайте, и все окей должно работать. И после этого вы можете экспортировать уже проект на ОКО. И я надеюсь, что вы вдохновились так же, как и я, темой виртуальной реальности. Не забывайте поставить колокольчик, отправить видео друзьям, кто интересуется игровой разработкой. И поставьте лайк, пожалуйста. Это поможет мне дальше развивать эту тему. И в следующем видео мы поговорим о системе ввода. И о передвижении бесконечном в игре. Как двигаться. Не статичная камера, а как перемещаться. Всем до скорого.